Продолжение следует... Ты вступаешь в жизнь, и сразу над тобой вместе с матерью любовно и заботливо склоняется твоя Родина. От рождения ты ее гражданин. Что означает это понятие? Гражданин СССР. Гражданство. Постоянная правовая связь лица с государством. В нашей стране установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин Союзной Республики является гражданином СССР. Это звание обеспечивает тебе все права и свободы, возлагает на тебя все обязанности, которые установлены Конституцией и советскими законами, и едины для граждан всех республик. Гордое звание гражданина СССР было рождено Великим Октябрем в трудной борьбе. Это звание обогащалось, наполнялось новым глубоким содержанием на строительных лесах социализма. Это звание стало символом высокого героизма в суровые годы Великой Отечественной войны. На невиданную высоту поднято звание гражданина СССР в условиях развитого социализма. Высший орган государственной власти Верховный Совет СССР принял закон, определивший правовой статус гражданина СССР. Ты вступаешь в жизнь. В день твоего совершеннолетия особенно торжественно звучат слова Маяковского о советском паспорте. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Конституция СССР провозглашает равноправие граждан и гарантирует его во всех областях экономической, политической и культурной жизни. Вся наша жизнь – замечательный пример полного равенства в правах, которое гарантирует наша Конституция советской женщине. Одна из самых надежных гарантий этого равноправия – государственная система мер по охране труда женщин, их здоровья, по созданию условий, позволяющих сочетать труд с материнством, организация широкой сети служб быта и общественного питания, детских учреждений. Рождается новая семья, новая ячейка нашего общества. Семья у нас находится под защитой государства. Супруги полностью равноправны в семейных отношениях. Подлинным является равноправие граждан СССР всех рас и народностей. Давнее, испытанное в труде и бою, братство соединяет советских людей. Высшие гарантии национального равенства в СССР – политика партии и правительства, направленные на всесторонние развития и народностей. Каждый у нас имеет возможность пользоваться. И каждый по велению сердца изучает русский язык как средство межнационального общения, дружбы и сотрудничества. Следуя принципам пролетарского интернационализма, страна Советов гарантирует право на убежище для иностранных граждан, преследуемых за прогрессивную деятельность. Самой сути нашего образа жизни – чуждальные вражды. Но существует и другой образ жизни. Принятая Организацией Объединенных Наций Декларация утверждает – люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Глядя на документальные кадры американской жизни – люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Нет, не получается. Их необходимо гарантировать всей сутью социального строя. Советская власть пришла к нам на Буковину позже, чем в другие места. Эту счастливую жизнь мы завоевали нелегко. Вот почему тогда строка новой Конституции нам так дорога. Она провозгласила свободу, права советских наших людей. И вот пришло из Вашингтона в Романковце уведомление, что письмо наше Конгресс получил. А к нему приложено послание. Пишет нам мистер Данте Фассел. Так начался необычный диспут. В Вашингтон – романковцы. Конгрессмен поставил под сомнение полноправие советских граждан. «Что ж, давайте разберемся по порядку», – сказали буковинские колхозники. «Советские люди обладают всей полнотой прав и свобод провозглашенных и гарантированных Конституцией и законами нашей страны». Не правда ли, ты привык встречать такие объявления на улице, в газетах, на экранах телевизоров? Право на труд гарантируется самой сутью социалистической системы хозяйствования, не знающей кризисов и безработицы. В Конституции включено положение о свободе подготовкой и с учетом потребностей общества. Уже на школьной скамье ощущаешься эту заботу. Развитие системы профориентации и трудоустройства, бесплатное профобучение, рост производительных сил – надежная основа для воплощения в жизнь великого права на труд. А вот мистер Фасел в своем письме озабочен твоим будущим трудоустройством. В Америке считает, пишет он, что человек должен быть свободен в выборе работы. В Советском Союзе считает так же. Только надо разобраться, кто провозглашает свободы на словах, а кто обеспечивает их на деле. На своем горьком опыте познал буржуазную свободу выбора этот житель села Романковцы. В начале века уехал бедняк Михаил Кедрик в Америку доли искать. Работал на нефтепромыслах, корчевал лес, строил дороги, а потом разразился кризис. И выбросил его хозяин на улицу. В начале века уехал бедняк Михаил Кедрик в Америку доли искать. Работал на нефтепромыслах, торчевал лес, строил дороги, а потом разразился кризис. И выбросил его хозяин на улицу. Так и вернулся он на родину нищим, больным. Только при советской власти узнали Кедрик и его семья великое счастье людьми зваться. Всех его детей вывела в люди Родина. Всех обеспечила и работой по душе, и достаткам. В своем письме мистер Фасов утверждает, что граждане СССР якобы ущемлены и вправе на образование. Он горюет, что ты даже лишен выбора хорошей школы. Нетрудно опровергнуть эти безосновательные утверждения, заглянув в твою школу и в тысячи других прекрасных советских школ, детских комбинатов, техникумов, институтов и университетов, чьи двери широко распахнуты перед каждым. О реальности права на образование можно судить хотя бы на приметеля села Романковцы. Десятерых детей вырастил Николай Иосифович Кашков, и всем десятерым Родина дала высшее образование. Двое из них стали кандидатами наук. Это у одного буковинского крестьянина. А если по всему селу, то дипломов двести наберется, до около двадцати ученых степеней. А если по всей стране? У нас введено всеобщее обязательное среднее образование. Год от года растет число выпускников высших учебных заведений. Всеми видами бесплатного образования охвачено почти девяносто пять миллионов человек. Треть населения страны. Бесплатное обучение, бесплатные учебники, предоставление стипендий и льгот. Ведь нашему государству каждый аттестат о среднем образовании обходится в 1600 рублей, а каждый диплом инженера в 5000 рублей. А теперь вот тебе простая арифметическая задача. Может ли в Америке рядовой фермер дать высшее образование десятерым детям, если обучение каждого обошло и 3,5 тысяч долларов ежегодно. В основном законе нашей страны право на образование обогащается и дополняется правом на пользование достижениями культуры. Конституция СССР провозгласила свободу научного, технического и художественного творчества. Наше государство всемерно поощряет деятельность добровольных обществ и творческих союзов. Какая пропасть отделяет это всенародное устремление к знаниям, прекрасному, от так называемой массовой буржуазной культуры, которая служит классовым интересам своих хозяев, рыцарей Чистогана? В своей повседневной жизни ты видишь, растет бюджет нашего свободного времени. Каждому предоставляется оплачиваемая отпуска. В Конституции СССР расширены и усилены гарантии прав на отдых. В старости, в случае болезни. Надежно гарантировано и право на охрану здоровья. Показание бесплатной медицинской помощи. Развивается массовое физкультурное движение. Улучшается охрана окружающей среды. Действительно, вся наша жизнь пронизана. У нас в стране самая низкая в мире квартирная плата. А жилья строится больше, чем во всей капиталистической Европе. Мистер Фасл неслучайно даже не упоминает в своем письме о праве на жилище. В его стране оно реально существует лишь для тех, кто имеет возможность платить большие деньги. Юный гражданин страны Советов. В 10 лет ты надеваешь красный галстук и ощущаешь себя участником великой битвы за коммунизм. В 14 лет тебе открывается дорога в ряды комсомолов. В 16 тебе вручают советский паспорт. В 18 лет ты уже активно участвуешь в решении государственных дел. высокая активность советского гражданина опирается на политические права, которые в конституции развитого социализма сформулированы наиболее полно. Быть активным участником управления государством, решать общественные проблемы, вносить предложения и критиковать недостатки, обсуждать и принимать законы, избирать и быть избранным в Советы народных депутатов все это неотъемлемые права советских граждан. Советским гражданам реально обеспечиваются свободы слова, печати, собраний, митингов, демонстрации. Все эти политические свободы используются в интересах народа, содействуют укреплению и развитию социалистического строя. граждане СССР имеют право объединяться в общественной организации, самые передовые представители рабочих, крестьян, интеллигенции на добровольных началах партии Советского Союза. Наше государство предоставляет трудящимся и общественным опользовать помещения, улицы и площади средства массовой информации. А кому принадлежат и кому служат средства массовой информации на Западе? В Америке, пишет мистер Паттелл, права служат принципам свободы, которых мы придерживаемся и хотим, чтобы наши соседи их уважали. Но вот каковы на деле эти принципы, стоит лишь трудящимся поднять голос за свои права. У нас и песни поются. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Новая Конституция еще больше укрепила гарантии наших личных прав. К нам зарубежные гости приезжали, удивлялись, говорили, что были уверены в нашей бедности. Будто бы в СССР людям не дают иметь никакой собственности. Нет, право на личную собственность, на пользование даровано нам Конституцией. Хорошо мы живем, трудовые доходы, захребетников, спекулянтов, вырываем с нашего поля с корнем. Церковь у нас отделена от государства и школа от церкви. Советская Конституция гарантирует свободу совести, то есть право исповедовать любую религию или быть атеистом. Не случайно именно в Москве проходила международная конференция религиозных деятелей борцов за мир. В СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество. Уважаем свобод советских граждан обязанность всех государственных органов и общественных организаций. Конституция обязывает должностных лиц внимательно относиться к письмам и заявлениям трудящихся, своевременно удовлетворять их обоснованные требования. Советский закон гарантирует человеку неприкосновенность личности, жилища, охрану личной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений. Нарушение всех этих элементарных личных свобод, ущемление человеческого достоинства, обыденные факты для мира копейки. Им принципом свободы служат права в Америке. Вот какие образцы демократии вы нам преподносите. Извините, мистер Фасел, но демократия нам не подходит. Так ответили конгрессмену буковинские колхозники. Под этим ответом со всей убежденностью поставит свою подпись каждый гражданин СССР. Воспитанный в обществе высшей социальной справедливости, ты не можешь допустить, чтобы использование прав и свобод одним человеком ущемляло интересы другого или тем более всего общества. Ты знаешь, и от обязанностей. Советский гражданин обязан прежде всего соблюдать Конституцию СССР и все наши законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести свое высокое гражданское звание. С детства воспитываешь ты у себя чувство ответственности перед товарищами, перед обществом, стремишься бережно относиться к школьному имуществу как к государственному достоянию. Пока твои главные гражданские обязанности хорошо учиться, строго следовать уставу средней школы, закону школьной жизни, выполнять правила для учащихся. Важную роль в школьной жизни, в соблюдении школьниками их прав и обязанностей выполняют сегодня органы ученического самоуправления. Главный метод воспитания у нас убеждение, но к тем, кто допускает приходится применять и меры принуждения. Пионеры и комсомольцы стремятся быть образцом выполнения всех требований Конституции и законов СССР. Тысячи школьников становятся в ряды юных друзей милиции. С молоду ты готовишься к труду, приучаешь себя к сознательной дисциплине. Тебе есть кого брать в этом пример. Сотни тысяч старших товарищей, твоих наставников показывают образцы подлинного коммунистического отношения к делу. Глубокий смысл заключен в словах Леонида Ильича Брежнева о том, что главная гарантия всех наших прав это прежде всего мощь и процветание нашей Родины и эту мощь мы создаем своими руками. Наш важнейший гражданский долг стоять на страже социалистической собственности, добросовестно трудиться, бороться за бережное отношение к народному добру. Мы ведем на наших улицах бой со всеми антиобщественными явлениями, всемерно содействуем охране общественного порядка. Мы помним о нашем гражданском долге беречь богатство природы, памятники нашей истории и культуры. Ведь это бесценное наследие, которое мы завещаем детям. Говорят, сегодня дети, завтра человечество. и нам не безразлично, каким будет это завтрашнее человечество. Не случайно в нашей Конституции указана важная гражданская обязанность. Забота родителей о воспитании детей и забота детей о помощи родителям. Мы все делаем для того, чтобы в будущем дети стали нашей опорой, нашим продолжением. каждой обязан уважать национальное достоинство других. Мы интернационалисты и свой первейший интернациональный долг видим во всемерном укреплении социалистического содружества, мира, доброжелательства другим странам. Но у мирного будущего планеты много опасных врагов. Силы мира дают постоянно на чеку. Защита Отечества дело всего народа. Священный долг каждого гражданина СССР. Вместе со сверстниками ты готовишься с честью выполнить эту почетную обязанность нести службу в вооруженных силах Советского Союза. Быть гражданином СССР значит всеми силами и помыслами оберегать интересы Родины, укреплять ее авторитет и могущество. Вступают в жизнь новые поколения советских граждан. Как отеческое напутствие звучат для них слова Леонида Ильича Брежнева. Ни одно общество, когда-либо существовавшее на земле, не сделало и не могло сделать для народных масс, для трудящихся, столько, сколько сделал социализм. Каждый советский человек обладает всей полнотой прав и свобод, позволяющих ему принимать активное участие в политической жизни. Каждый советский человек имеет возможность выбрать жизненный путь соответственно своему призванию и способностям быть полезным отчизне, своему народу. Субтитры создавал DimaTorzok